Уважаемые коллеги, добрый вечер. Сегодняшняя наша лекция будет посвящена неврологическим осложнениям гипотирроза, патологии щитовидной железы. Сегодня 22 ноября. В этот день родилась моя мама, выдающийся советский невролог Нина Ивановна Левицкая. Сегодня ей бы исполнилось 78 лет. Гипотирроз обусловлен стойкими нарушениями действия тиротропных гормонов в связи с недостатком гормонов щитовидной железы или снижением их биологического эффекта. Гормоны щитовидной железы синтезируются под влиянием тиротропного гормона из передних отделов гипофиза. В свою очередь уровень тиротропного гормона ТТГ регулируется соматостатином и дефамином. Он может снижаться под влиянием стероидных гормонов и увеличиваться под влиянием эстрогенов. ТТГ тормозит биологическую активность нейронов головного мозга, ингибируется ТТГ серотонинергической системой, а также температурой окружающей среды. В популяции гипотирроз встречается в 0,2% случаев, существенно чаще у пожилых в 2-4% случаев, причем в три раза чаще у женщин. При этом надо сказать, что у женщин в возрасте от 40 до 60 лет гипотирроз встречается в 12% случаев. Субклинический гипотирроз, а именно повышение ТТГ без клинической симптоматики, встречается у 10% женщин и 3% мужчин. Гипотирроз может быть вызван врожденными изменениями щитовидной железы, струмоктомией, то есть удалением или резекцией щитовидной железы, дисфункция гипофиза. Но у взрослых он, как правило, связан с хроническим аутоиммунным тироэдитом, который встречается у 5% населения земного шара. Кроме того, возможен лекарственный гипотирроз при длительном применении таких препаратов, как амиадарон, препараты лития и сульфаниламидные антибиотики. Гипотирроз развивается при поступлении менее 50 микрограмм йода в сутки в организм человека. Такой дефицит поступления йода имеется у 13% населения. Риск сниженного поступления йода в организм человека наблюдается у 1 миллиарда людей. В областях, где поступление йода в организм снижено, гипотирроз развивается примерно в 10-20 раз чаще. Таким образом, проблема, которую мы сегодня обсудим, является очень актуальной, так как касается огромного количества людей. Каков же патогенез неврологических нарушений при патологии щитовидной железы? Во-первых, возникает замедление окислительно-восстановительных процессов. Во-вторых, возникает инфильтрация тканей гликозамина гликанами. И, в-третьих, имеет место гипоксия, отек головного мозга, гипонатриемия. Какие же клинические проявления гипотирроза? Субъективные жалобы. Они достаточно неспецифичны. К ним относятся общая слабость, головная боль, запоры, боли в мышцах или миалгии, боли в суставах или артрологии, сонливость, снижение аппетита, увеличение массы тела и нарушение переносимости низкой температуры окружающей среды. К объективным же симптомам гипотирроза относят некоторую сухость кожных покробов. Лицо больного становится гипомимичным, развиваются психические нарушения, а именно депрессия. Часто при осмотре выявляется постозность кистей и стоп. Нередко из-за инфильтрации голосовых связок гликозами нагликанами у больных отмечается осиплость голоса. Со стороны сердечно-сосудистой системы чаще отмечается брадикардия. Повышается уровень холестерина. У женщин возникают обильные месячные и иногда бесплодия. К неврологическим нарушениям относят острые и хронические проявления. При резком дефиците гормонов щитовидной железы у больного могут возникнуть кома, психоз или эпилептические припадки. Но мы сегодня рассмотрим хронические проявления со стороны нервной системы при гипотиррозе, такие как вестибула-тактический синдром, нарушение координации равновесия, когнитивные нарушения, нервно-мышечные нарушения. Какие это нарушения? Это полинейромиопатия, это миостенический синдром и туннельные синдромы, и также дистрофические изменения со стороны позвоночника. К нервно-мышечным нарушениям в первую очередь следует отнести полинейропатию и миопатию, потому что они встречаются у 30-80% больных гипотиррозом. Надо сказать, что на фоне грамотного лечения они могут регрессировать. Что характерно для поражения мышц при гипотиррозе для миопатии? Во-первых, возникают нарушения сокращения и расслабления мышечных волокон, что проявляется определенными видами спонтанной активности при электромиографии. Возникают легкие проксимальные парезы с амиотрофиями, либо псевдогипертрофиями. Возникают миалгии, крампии, парастезии. Надо сказать, что миалгии, крампии и парастезии являются самыми частыми проявлениями миопатии. Также у больных снижается переносимость физических нагрузок. Это наблюдается примерно у 40-50% больных. На фоне отложения гликозаминогликанов у 70% больных отмечается синдром запястного канала, а именно это парастезии в области ладонной поверхности, утолщение большого пальца, что может сопровождаться небольшими амиотрофиями. Могут также развиваться и другие туннельные синдромы. Синдром гийона, кубитальный синдром, синдром спирального канала. В определенных случаях туннельные синдромы при гипотирозе имеют множественный и сочетанный характер. Также часто развивается демилинизирующая полинаэропатия, но в основном все-таки при гипотирозе развивается сенсомоторная аксональная полинейропатия. Это где-то 40-90% больных. Клинически это сопровождается снижением сухожильных рефлексов или их утратой. В более редких случаях возникают краниальные невропатии. Так, при патологии щитовидной железы описана нейропатия зрительных нервов со снижением зрения. Тригиминальная невралгия, поражение лицевого нерва, а также признаки нейросенсорной тугоухости, связанные с поражением вестибулокохлеарных нервов. При гипотирозе возникают когнитивные нарушения, которые могут доходить до уровня деменции при отсутствии лечения. К этим нарушениям относят апатию. Больные становятся безразличными к окружающему миру, безинициативны, бездеятельны. У них замедляется речь, возникает бродилалия, замедляется темп мышления, то есть возникает бродифрения. Если мы будем такого больного тестировать с помощью определенных шкал, например, монреальской шкалы когнитивного статуса, мы можем увидеть нарушение конструктивного праксиса и оптико-пространственное нарушение. То есть больной может не выполнять тесты на программирование, на копирование фигур, на, допустим, тест, такой известный, как тест рисования часов может быть нарушен. Дополнительно у больных таких часто возникает центральная апноэ сна. Это хорошо диагностируется при проведении полисомнографии. Диагностика гипотироза сводится к определению уровня гормонов щитовидной железы и тиротропного гормона. При первичном гипотирозе отмечается повышение ТТГ, тиротропного гормона. Вторичный и третичный гипотироз связаны с дисфункцией гипофиза, либо, соответственно, гипоталамуса. При этих нарушениях, напротив, возникает снижение ТТГ и снижение тиротропных гормонов Т3 и Т4. Для того, чтобы провести дифференциальную диагностику между поражением гипофиза и гипоталамуса, как причинами гипотироза, проводят тироид релизинг стимулирующий тест. Если уровень ТТГ в два раза повышается при этом тесте, диагностируют нормальную функцию гипофиза и нарушения на уровне гипоталамуса. И определенную помощь в диагностике этих нарушений также может оказать магнитно-резонансная томография головного мозга с детальной оценкой гипофиза и гипоталамуса. Профилактика и лечение. Добавление йода к пище в виде ядированной соли – это профилактика, а лечение – это где-то 100-150 микрограмм Л-тероксина в сутки. В некоторых случаях применяется йод-триотиранин. Также, если мы говорим про нервно-мышечное нарушение, например, тут можно использовать миотропные метаболические препараты для лечения миопатии, такие как карнитин, креатин. Лечение полиневропатии при гипотирозе может требовать назначения таких препаратов, как комплексные препараты витаминов группы В, препараты липоевой кислоты, хотя эффективность в данном случае при гипотирозе не доказана, но, тем не менее, эмпирически это можно использовать. Также есть сообщения об эффективности больших доз препарата лицетин в дозе где-то 3 грамма в сутки в течение 2-3 месяцев. Препарат лицетин можно применять при наличии демилинизирующего компонента полинейропатии. Если говорить про когнитивные нарушения, если говорить про когнитивные нарушения при гипотирозе, то тут, конечно, помимо заместительной терапии, нужно и можно использовать препараты, которые могут, скажем, улучшать когнитивные функции и также влиять на уровень настроения. Это могут быть какие-то препараты из группы антидепрессантов, может быть, это небольшие дозы мемантина, может быть, краткий курс ревостигмина. Если говорить про туннельные синдромы, то здесь нужно обязательно проводить не только электромиографическую, но и ультразвуковую диагностику данных синдромов, чтобы полностью структурно оценить степень сдавления нервов. В некоторых случаях можно применять хирургическое лечение, но в некоторых случаях можно применять блокады, хотя, опять же, надо понимать, что блокады при множественном, так сказать, характере туннельных синдромов, они могут не очень позитивно сказаться у больного гипотирозом, если мы вводим дексаметазон, да, он всасывается в системный кровоток, может быть спровоцировано некое ухудшение общего состояния, общей симптоматики гипотироидного больного. Вот. Давайте рассмотрим клинический пример. Значит, к нам обратилась больная с 53-х лет, которая в возрасте 52-х лет перенесла струмоктомию. Да, при диагностике первично у нее был обнаружен коллоидный зоб, да, и после консилиума было принято решение о струмоктомии. И вот прошло два года, больная принимает заместительную терапию эльтероксином в 125 мкг в сутки. Вот. Но периодически отмечает парастезии в ногах, особенно по ночам, мерзнут ноги, неприятные ощущения. Иногда в кистях, иногда в кистях. Периодически отмечает мышечные спазмы в руках и ногах. Жалуется на то, что снижена стала память, внимание, что-то забывает. Вот. И вот здесь при электромиографии стимуляционной мы видим признаки демилизации аксонопатии кроножного нерва. Да, это чувствительный нерв на ноге, амплитуда потенциала снижена, латентность его увеличена, то есть скорость снижена. Да, 27 метров в секунду, амплитуда немножко снижена, 5,24 микровольта. Что еще мы находим у этой больной? Достаточно выраженное демилинизирующее поражение заднего большеберцового нерва. Значит, дистальный ответ вызывается, а вот проксимальный ответ мы вызвать не можем из-за полного блока проведения. Вот. Грубая демилинизирующая невропатия. Кроме того, при электромиографии выявляются косвенные признаки энцефалопатии, а именно признаки косвенной пирамидной недостаточности в виде укропнения размеров F-ответов. Вот здесь показан гигантский F-ответ. Один из гигантских F-ответов, зарегистрированный угольной. Делаем игольчатую миографию и видим, что есть миопатические единицы. Это маленькие единицы. Они обведены здесь с низкой длительностью, низкой амплитудой и большим количеством фаз. А другие единицы невретические, то есть с низкой длительностью, но повышенной амплитудой. Они не обведены. Это первая, восьмая и четырнадцатая единицы, например. Есть и нормальные единицы, там одна или две. Нормальные. Здесь плохая, к сожалению, картинка, но также у больной выявлен синдром запястного канала. Мы видим нормальный M-ответ в дистальной, в проксимальной точке, но отмечается увеличение дистальной резидуальной латентности до 7 и до 5 миллисекунд. Это связано с отложением гликоза, аминогликанов. Какую же помощь мы можем в нашем центре, в клинике Real Health, оказать больным неврологическими осложнениями гипотироза. Сейчас клиника наша переехала на новое место. Юрловский проезд, дом 14, корпус 2. Это метро Отрадная. Телефон на экране. К нам обращается очень большое количество больных с гипотирозом. На самом деле, у очень многих из этих больных имеется фобия бокового аммиотрофического склероза вследствие такого симптома, как мышечное подергивание. Мы можем предоставить такому пациенту консультацию опытного невролога, стимуляционную игольчатую электромиографию и лабораторные анализы. Если мы сбор анамнеза, проводя, устанавливаем, что у больного когда-то он, допустим, сдавал анализы, у него выявлялись, допустим, антитела к щитовидной железе или был снижен уровень какого-то гормона щитовидной железы или в комплексе был снижен уровень гормонов, мы такого больного просим обратиться к профессору эндокринологу Леониду Юрьевичу Моргунову, который работает в больнице Еромишанцева, для получения консультации о целесообразности, длительности, количестве заместительной терапии. Также на базе нашей клиники такому больному может быть проведено нейропсихологическое тестирование. И, соответственно, мы проводим амбулаторное лечение такого пациента, наблюдения. Процедуры, о которых я сказал, они могут быть выполнены в динамике. Мы стараемся таких вести больных до полного излечения, потому что это излечимая патология. Коллеги, хочу поблагодарить вас за внимание и могу перейти к ответам на ваши вопросы. В принципе, достаточно немного можно сказать о неврологических осложнениях гипотириоза. Они, конечно, разнообразные, но лечение всегда заключается в том, чтобы корректировать уровень гормонов, наблюдацию эндокринолога, ну и по возможности ускорять восстановление нервной системы путем определенных препаратов, влияющих на центральную, на периферическую нервную систему. Я благодарю вас за внимание. Большое спасибо.